так всем привет сегодня вот снова выбрался на природу тут у нас днепр что это такое что это такое что это такое бро 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 это это днепро ёб твоими чем не творчество это у нас песни такая в украине популярная ему поет настя каменских и потом бы потом бы потап или как него там короче блин сегодня вышел я такой думаю видео поснимаю место себе найду спокойно этом все идут меня приспичило поссать я захожу в кусты а там алкаш сидит сидит и пьет водку охренеть можно и я вот сейчас тут по береговой линии хожу и тут целая куча народу блин кто-то вечно ходит куда-то четверг среди середина недели у нас что тут одни безработные или что я не пойму чё за фигня блин надо как я уже говорил трудовые лагеря создавать потому что столько рабочей силы прозябает это блин охренеть можно никто часть бы не сидел в кустах водку не пил и не шарился бы тут попросту зря по береговой линии и не сидел не втыкал короче какой-то беспредел так не судишь надо же вопросы 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 сейчас мы зайдем галерею и найдем ножки наши вопросы пишет нам арарат арарат у нас есть бар арарат или был по моему был а дальше сахтамар остался кстати арарат по моему прикрыли и правильно сделали забегаловка ужасная была так арарат пишет такой вопрос когда делаю подъем грифа на бицепс то заметил что ломит не кисти когда поднимаю гриф с весом чем может быть проблема как бы запястье ломит от подъема грифа ну во первых ломит у тебя потому что запястье слабое во вторых мотай кисти бинтами тогда будет все в порядке вот а во вторых нет это в третьих уже третьих нефиг брать большой вес бери поменьше зачем блин истязать себя брать неподъемные веса которые ты поднять не можешь от которых у тебя кисти болят я смысла не вижу просто сначала окрепни там кисти потренируй там чтобы ну как-то силы поднабраться до чтобы они крепче стали и потом уже там чего-нибудь дергай бери в общем ну вы поняли так следующий нам пишет макс раньше ходил жал зал жим лежа был 90 сейчас был перерыв большой но я начал ходить снова взял чего ходить снова в зал но вообще-то перед но ставится запятая не очень блин и начал курсить третья неделя курса уже нанта ты метан и заметил что жим лежа не растет ухты какой так 80 поднимаю еле-еле в чем может быть проблема везде веса идут а уж ими нет ну во первых блин третья неделя курса только и недавно ты начал только вот заниматься ну организм только вот адаптируется начинать сил набираться и как бы он думает что он таблеточку съел и все вот завтра начнет жать 200 нет на это нужно время то есть месяц два три четыре сколько нужно столько и нужно поэтому не сильно там не переживай вот со временем то есть тренировки вернешься скажем так свою колею веса начнут расти и в жиме тоже у него там тоже конечно веса растут ну не стоит в общем пипирку ломать потому что сдуру можно сломать так следующий нам пишет мусабек мурханов ух имена какие сложные аж вспотел здравствуйте все три тренировки за один день надо сделать это считается планом на один день это он по поводу программы силовых тренировок со штангой нам пишет то есть там три тренировки в неделю нет как тебе там мусабек это не в один день делается это делается в течение недели то есть через день там в программе написано один день второй день третий день мне такое ощущение как будто они вообще нифига не считают то есть они я не знаю что им надо там они не картинок не видят не текст не видят ничего не видят кошмар какой-то о а вот пишет нам какой-то дмитрий дмитрий это у нас фитнес-тренер образованный профессионал работающий фитнес индустрии каком-то там фитнес-клубе не помню каком фамилии называть не будем добрый день сергей можно вопрос nk соло на 8 недель это первый раз помимо оралки можно без пк т он вопрос можно ли без пк т и сколько перерыв нужно сделать перед следующим разом спасибо заранее за ответ ох и горе фитнес инструктора капец какой-то профессионал задает мне такие вопросы которые он должен сам знать охренеть можно просто соло на 8 недель это первый раз помимо можно без пк т ладно я отвечу в принципе принципе пк т придумали барыги чтобы втюхивать вам дополнительные препаратики чтобы заработать бабла пк т в общем-то делать не особо то и нужно можно вообще даже без пока ты я пока ты никогда не делал ли прист и многие культуристы профессиональные я уверен тоже не делают пк т потому что яйца и печень это два органа в организме которые самовосстанавливать и им не нужно мешать нужно дать им выполнить свою работу конечно в принципе я как бы склоняюсь тому что каждый как бы кашу маслом не испортишь да можно попринимать какие-то препараты для восстановления там хламид там оксифен фористом то есть можно но это не обязательно организм и сам достаточно эффективно восстанавливается не нужно мешать им как я в этом сказал организму не нужно мешать пусть сам восстановится все начинают что-то лезть там настраивать делать блин так и сколько перерыв делать между курсами на следующем разом ну во первых перерыв зависит от твоих целей если ты планируешь постоянно прогрессировать постоянно набирается перерывы желательно делать небольшие то есть четыре шесть недель если ты планируешь скажем так длительный отдых то отдыхать минимум четыре месяца это чтобы полностью восстановиться восстановить свою гормоналку вот как некоторые говорят там два-три года гормоналка восстанавливается да ни хрена она восстанавливается гораздо быстрее 46 месяцев то есть организм вполне хватает чтобы восстановиться после стресса после скажем так ну не то чтобы стресса это дело в том что подавление своей собственной секреции гормонов вот и организму нужно просто время для того чтобы но возобновить их выработку там ну что-то такое на какие-то процессы там запустить заново потому что когда вы сидели на гормон заместительной терапии организм уже не дурной это как снимать квартиру но арендную плату кто-то за тебя платит будешь ли ты его платить нет конечно ты будешь бину круто да платят замечательно все я значит платить не буду вот организм также вот поступил ему тестостерон и змеи он сказал такой да нормально поступил его хватает я вырабатывать не буду понижает выработку в общем таким макаром все это происходит так следующий у нас такой вопросы а это уже было так людмила нам пишет привет два месяца как родила сына безопасен ли будет этот комплекс для меня до беременности занималась очень много времени и тренировки потяжелее были гинеколог дает добро во первых если у тебя нет никаких проблем со здоровьем и у тебя не было кесарево сечения а вот кстати говоря после кесарево сечения то 4 где-то пять месяцев нужен отдых вообще не тренироваться то есть чтобы все зажило чтобы все было замечательно вот но если не было никаких проблем не было кесарева то можно заниматься хоть через месяц болен доход через неделю иди в тренажерном зале хренаж то есть как бы я вообще не вижу никаких противопоказаний роды это я бы не сказал чтобы это прям такой стресс да это сложно это тяжело есть и очень тяжелые роды нам очень такие неприятные но тем не менее насколько могу видеть по людям а вот они даже через неделю женщины они очень активны вот и могут заниматься физическими нагрузками то есть этим проблем никаких нет я на секунду отключусь посмотрю камера записывает или нет замечательно все пишется так следующий у нас следующий у нас александр пишет фамилию называть не будем он пишет нам по поводу гуараны можно ли выпить две жидких гуарана по 25 миллилитров за 20-30 минут до соревнований по бегу 100 метров и 1 километр и как это повлияет также за сколько нужно нормально поесть вообще перед бегом или перед любыми физическими нагрузками я есть не рекомендую занимайтесь и бегайте на голодный желудок а по поводу того что какой даст эффект тебе гуарана ну какой она эффект может дать но это же энергетик взбодришься это то же самое что кофе выпил там две-три чашки за 10-15 минут до соревнований в принципе по физической силе она тебе нифига не прибавит но по энергии то есть ты станешь более активным сможешь быстрее пробежать потому что века он как бы но он требует силу но он более там немножко другая специфика поэтому кофе там да действительно может помочь ну и соответственно гуарана то так что я думаю весомых результатов это тебе никаких не даст новой энергии прибавить началось колхозники там с музыкой нельзя так так ну чё все вопросики пока закончились вот закончились вопросики у нас сейчас мы тут соцсети посмотрим подписываются отлично вот недавно глядел пост одного человека и он там писал вот меня просто вот женский род любит романтизировать все по поводу средневековья о том какая там раньше атмосфера была рыцарь круто туда-сюда барышни там это голубых коробей я не знаю чё там у вас голубое где вы там голубые но если блин у вас голубая кровь то вы ребята мечехвосты ну или какие-нибудь другие блин чудовище из глубинных недр нашего океана или каких-то других водоемов может быть вы какой-то в водяной там я не знаю вот без метафор давайте вот просто люди что-то на ручит этом собака люди любят все приукрашать и очень часто забывают о том что они срут суд рыгают после попоек и мы такие же животные как и все остальные как он собака рычит птички летают мы млекопитающие из плоти и крови и не надо ничего приукрашать ничего романтизировать нужно принимать таким тебя какой ты есть вот природа на сделала такими вот и мы вот такие вот вот такие вот и все вот это мы пока сделать не можем и чтобы ты блин делал как у кого думать этом интеллект не был от меня вот вот поражают чаще всего об интеллекте об человечестве гора говорят люди те люди которые этим вообще не обладают то есть не владеют нормальный умный человек на самом деле он осознает он понимает какую простить извержение гибанутый вот насколько он глупый сколько всего он не знает он признается себе в этом конечно же он не джунжи не орет по улице не ходит что я идиот не он просто понимается как бы меру своих возможностей да насколько что что он из себя там представляет оценивает адекватная оценка а глупые люди кричать и рассказывать о том какие они умные какие они крутые туда-сюда голубых кровей и так далее и тому подобное так что давайте не будем приукрашать и просто примем себя такими и мы есть и я вам вот чего скажу какие вы там умные не были если бы у вас вместо рук вот этих вот прекрасных универсальных рук благодаря которым мы делаем вот эти вот гаджеты строим дома летаем в космос если бы у нас вместе вместо этих рук были кошачьи лапки чего бы ты блин добился в жизни нихрена вообще какой бы ты там умный небо слон тоже умный очень умный но у него нет рук у него лапы можно сказать копыта и нихрена он сделать не может дельфин тоже умный но у него тоже нет рук поэтому не надо задирать нос принимайте себя такими какие вы есть и относитесь хорошо относитесь к другим людям и с уважением тоже я конечно понимаю что очень много идиотов вокруг просто ну вот таких прямо оторванных я в торговле проработал очень длительное время и могу сказать что он на глупцов очень много но тем не менее есть хорошие люди и все зависит от вашего отношения к другим людям поэтому прежде всего если ты хочешь ну как говорится если ты хочешь изменить мир то начни с себя сначала себя и так что вот такой вот на сегодня видео было ставим лайки подписываемся на канал комментируем видео если вам что-то надо спросить обязательно пишите подписываемся на мои соцсети на все которые я надеюсь оставлю в описании ссылки на них если не забуду конечно так что не судите строго с вами был сергей всем спасибо пока